Все. Да, мы можем начинать. Все замечательно. Значит, вопрос, который я вынес в заголовок, когда был создан человек. И вопрос кажется достаточно наивным, потому что вот в Торе, в первом перике книги Берешит написано. И создал Илухим Адама по образу своему, по образу Илухим создал его, Берешит 1.27. То есть вроде бы все ясно. Только, знаете, как говорят наши мудрецы, что там, где все ясно, начинаются проблемы. Значит, дело в том, что в предыдущем пасуке Всевышний поделился с нами своим замыслом. Там сказано, Берешит 1.26. И сказал Илухим, сделаем Адама по образу нашему, по подобию нашему. Берешит 1.26. И здесь мы встречаемся в очередной раз. Довольно часто такое у нас бывает, что Всевышний хочет одно, требует одно, а получается, ну не совсем такое. Значит, при сотворении мира мы уже неоднократно с этим сталкивались. Что же здесь не так? Ну, во-первых, по замыслу Адам должен быть коллективным творчеством. Сделаем Адама. А по исполнению и создал Элухим Адама. Только в одиночестве создал Элухим. Это во-первых. Во-вторых, когда Всевышний, значит, замыслил сделать Адама, то, во-первых, это коллективное творчество. А во-вторых, по образу нашему, по подобию нашему. А результат такой. И создал Элухим Адама по образу своему, по образу Элухим создал его. То есть, по подобию не получилось. Итак, во-первых, Адам был сотворен в одиночку. И во-вторых, он сотворен как бы не полностью. Ну, на самом деле, вот этот вот 26-й пасук по образу нашему, по подобию нашему, это отнюдь не тавтология и не красивый литературный оборот. Это вполне конкретное указание. Дело в том, что слово по образу, ну и тогда, и сейчас совершенно одинаково, понимается в соответствии со своим замыслом. Ну, как, например, инженер сначала составляет образ-чертеж, а потом воплощает его в металл. А вот по подобию нашему означает наделить человека некоторыми своими, то есть всевышнего свойствами, сделать его в чем-то подобном творцу. До сих пор Всевышний выступал в своем качестве творца. Это единственное, что мы пока о нем знаем от начала книги Берешет. Следовательно, по подобию нашему означает, что человек должен получить некоторые творческие способности. Этот же вывод подтверждает грамматика еврита. В двадцать шестом пасуке употреблен глагол «сделаем» на иврите «наосе», «сделаем» Адам. А в двадцать седьмом пасуке глагол «создал» в прошедшем времени «евра». Сделать значит создать нечто законченное, вполне готовое. Создать – приготовить для дальнейшей обработки. Вывод. Адам был сделан, но не до дела. То есть, как бы, понимаете, вот Всевышний собирался творить с кем-то в компании, а выполнил свою часть работы. «Создал» Адама. Хорошо. Еще один вопрос, который очень любят комментаторы. Глагол «сделаем» во множественном числе, и тогда нужно найти партнера Всевышнего в этом деле. И был ли партнер? Ведь глагол «создал» в единственном числе, да? Ну, мы на этот вопрос уже наполовину ответили. То есть, это было творчество партнерское, но не одновременное. Всевышний сделал свою часть работы, и, очевидно, ожидается работа еще чья-то. В следующем перике Тора повторяет «И сформировал Ашем-Алогим Адама прах из земли и вдохнул в нос его дыхание жизни, и стал Адам душою живою». Берешит 2.7. Ну, на самом деле, здесь меньше вопросов не становится. Во-первых, по-прежнему единственное число «сформировал», то есть Всевышний снова действует в одиночку. Значит, употреблен еще один глагол «Еца», значит, опять же «сформировал», который никак не говорит об окончании работы. Значит, подобно тому, как вполне сформированный из глины кувшин, он требует еще и обжиды, и глузурования, потом росписи, и результат неочевидный. И стал Адам душою живою, но живою душой раньше, до Адама, стали все присмыкающиеся птицы-животные. То есть, таким образом, Адам просто один из многих созданных живых существ. Как же предполагается, что он будет управлять миром и властвовать над всем созданным? Значит, единственный возможный вывод о том, кто является партнером Всевышнего в делании человека, это сам человек. То есть, Всевышний создал Адама, сформировал его, а дальше Адам должен сам делать шаги к своему совершенствованию, к своему очеловечиванию. Должен работать над собой, выполнить свою часть работы. И первый шаг Всевышний приглашает Адама к сотворчеству. И, значит, вот как об этом сказано во втором перике. И сформировал Ашема Лохим из земли всякого полевого зверя и всякую птицу небесную. И привел к Адаму посмотреть, как назовет его. И как назовет Адам всякую душу живую, так его имя. Значит, наименование, обретение имени – это важнейший этап творчества. И не случайно великие открытия в науке часто носят имена своих авторов. И название географического объекта – суверенное право первооткрывателя. Вероятно, этот пасук рассказывает нам о том, в частности, как Адам научился разговаривать. И опять отметим, что пока Адам – лишь одна душа живая из множества сотворенных живых душ. О способности уговорить второй сигнальной системой, как известно, наделены многие представители животного мира. И оказывается, что творчество человека требует определенной социальной структуры. В одиночку человек без себе подобных не способен стать человеком. Значит, история Маугли – это не более, чем красивая сказка. И в частности, про человека уже было сказано – мужчиной и женщиной сотворил он их. То есть в первом созданном человеке была уже заложена некая двойственность. И Всевышний продолжает свою работу. Значит, снова творец работает один. То есть все глаголы в единственном числе навел, взял, закрыл, перестроил. И пока сохраняется вопрос – где же человеческое сотворчество? И Тура показывает нам первые самостоятельные шаги человека, сделавшие его человеком. Посреди Ганн-Эдена, где находится человек, растет дерево знания добра и зла. И увидела женщина, что хорошо дерево для еды, и что вожделенно оно для глаз, и желанно дерево для знания. И взяла из плода его и ела, и дала также и мужу своему с ней, и ел. И открылись глаза их обоих, и узнали, что они обнаженные, и сшили себе лист инжира, и сделали себе пояса. Значит, творчество, помимо того, что оно требует определенной социальной структуры, творчество еще требует понимания того, что такое хорошо и что такое плохо. И это знание Адам и Хава приобретают от поедания плода, дерева познания, добра и зла. И мы видим, как Адам и Хава приобретают с этим плодом важнейшее свойство творчества. Значит, обратите внимание, и открылись глаза их обоих, и узнали, что они обнаженные, и сшили себе лист инжира, и сделали себе пояса. Вообще говоря, фраза не очень понятна. Если они узнали, что они обнаженные, и им стало стыдно, то они должны были бы сделать себе одежды. Они не делают себе одежды. Они вот что-то узнали, и это что-то потребовало наличия поясов. Так вот, они узнали отличие духовного от материального, верхнего от нижнего, и они сделали себе пояса, именно пояса, а не одежду, которые отделяют верхнее от нижнего. А мы помним, по первому переку книги Берешит, что разделение – это необходимейший и главный атрибут творчества. И когда Всевышний творил мир, то он отделил свет от тьмы, воду от суши и так далее, и так далее, и так далее. Творчество – это отделение одно от другого, выявление разных сторон. Так вот, здесь Адам и Хава совершили творческий шаг. Они разделили духовное и материальное, сделали себе пояса. Ну, мы сейчас не будем обсуждать, что и как нарушили Адам и Хава. Отметим, что понятие так называемого «первородного греха», в кавычках, является чисто христианским и не имеет никакого отношения к еврейскому пониманию вопроса. Половые отношения происходили еще в Ган-Эдене и являлись не грехом, но выполнением заповеди. Укажем еще на некоторые важные моменты вычеловечивания Адама. Значит, во-первых, в Ган-Эдене появление идеи тождественно ее воплощением. А, между прочим, беременность женщины мгновенно и безболезненна. В реальном мире рождение нового – трудный и длительный процесс. В муках рожать будешь, в поте лица будешь добывать хлеб свой. В Ган-Эдене все однажды сотворенное бессмертно. В реальном мире все живое, в том числе человек, смертный. И в этом залог прогресса. Наконец, отправляя Адама и Хаву в мир, завоевывать землю и властвовать над ней, Всевышний поставил на востоке от сада Эдена крувим, по-русски сказать херувимы, и лезвие меча вращающегося охранять дорогу дерева жизни. Вращение, цикличность – это образ природности. Смена дня и ночи, месяцев, времен года и так далее. А меч, имеющий рукоять и острие, начало и цель, образ пути, на который направил нас Творец – это символ дороги дерева жизни. Ну и самое последнее, что я хотел бы здесь сказать, не будем забывать о том, что решающий шаг в деле доделки человека до его истинного человеческого состояния был сделан кем? Правильно. Женщиной. Спасибо за внимание. Какие ко мне есть вопросы? Спасибо. В чате есть вопрос. Я могу озвучить, либо прочитать сам, плис. Да, я вот уже открыл чат. Трансляция в YouTube – это все не то. Вот, доктор Ленин, мне было бы интересно, что для вас в этой главе остается самым сложным? Потому что комментарий совершенно замечательный и как будто объясняет все. Ну, нет, на самом деле для меня по-прежнему остаются очень сложными все вопросы. То есть не зря наши мудрецы говорили, что все смыслы Торы изначально заложены в главе Берешит, и все смыслы главы Берешит изначально находятся в ее первой фразе и так далее. Это такая очень важная глава, которая содержит совершенно бесконечное количество тайн. В частности, для меня всегда было большой загадкой – это множественность миров, которые сотворил Всевышний. То есть вот то, что миры творились, разрушались, и на их обломках творились новые миры, и об этом рассказывает нам Берешит. Это одно, что для меня сложно. Ну и второе, мне кажется, что я в своем выступлении выделил какие-то моменты, которые мне показались достаточно важными, но далеко не рассказал все, что относится к сотворению человека. Тут еще и говорить и говорить, вот мы сегодня с Равом Йоной Левином обсуждали как раз этот комментарий, и Йона говорит, ну это не 20 минут разговора, а минимум трехчасовое занятие. Я с ним в этом смысле вполне согласен, но на три часа мы с вами не рассчитываем. Ну вот так. Окей. Есть еще вопросы по этой замечательной теме? Ну хорошо. Пока народ обдумывает. Есть один маленький вопрос. Он обожжен большой, нет проблем. Там вот с самого начала сказано, что своим человеком, а что это такое? Что под этим вы подразумеваете? Или Тара подразумевает? Или что Бог под этим подразумевал? Или морше, что под этим проназумевал? Вообще, что это такое? Я не понял вопрос, что значит, что такое? Вот есть звери полевые, да? Потом скот отдельно, рыбы, птицы. Вот есть человек. А что это такое? А это некое... Как будто Тара под этим имеют в виду? Хороший вопрос, правильно. Да, вопрос хороший. Мне кажется, что Всевышний говорит о том, что надо сотворить некую сущность, которая будет иметь качество, часть качеств Всевышнего. В частности, есть один очень интересный комментарий, вот хочу им поделиться, что Всевышний сотворил мир ради человека, а человека в этом мире ради того, чтобы было с кем пообщаться. То есть Всевышний бесконечно один, един и, соответственно, одинок, и он творит некую сущность, с которой может общаться. А общаться он может, разумеется, только с подобным себе, поэтому по подобию своему. Вот есть и такой комментарий тоже. Ну, вообще, мне кажется, вопрос действительно хороший. Почему? Потому что... Да, спасибо. Ну, вопросы... Александр Львович, то, что вы говорите, а что такое человек? Я услышал, да, что вы сказали. Скажите, пожалуйста, за три с половиной тысячи лет еврейского народа кто-то реализовал вот то, что вы сказали? Что? Пообщаться. Ну, вы сказали там, вот цель – это чтобы он мог пообщаться. Кто-то реализовал это, ну, скажем, кроме Маше, поскольку я понимаю, что можно всегда сказать, вот у нас был такой Маше, с которым лицом к лицу. А вообще кто-то пообщался, кроме него? Конечно. Пообщаться со Всевышним в смысле? Ну да. Ну да. Ну так, чтобы понимать, что он с Всевышним общается. Да. Ну, то есть выполнил функцию человека. Есть такое. Кто? Назовите мне, я хотел бы как с ним познакомиться. Познакомиться будет довольно сложно, потому что, значит, мы знаем как минимум о двух случаях общения со Всевышним. Это, во-первых, в Талмуде описан спор, значит, Арабия Леезера со товарищей насчет там кошерности определенного вида печки Танура. И в результате этого спора Всевышний сказал, мои дети меня победили. То есть это в Талмуде описан некий акт общения со Всевышним. Ну и потом еще известен случай, гораздо более близкий к нам. Это 18 век, когда Арабия Иль-Лемелих из Лиженска вызвал Всевышнего на минуточку на суд. И в результате этого суда, значит, дело было Всевышним проиграно. То есть вот есть в нашей истории еще и такое. Ну а потом наши мудрецы говорят, что правильно построенная молитва – это, по сути, канал прямого общения человека со Всевышним. Есть еще и другое представление о том, что все, что происходит с человеком и то же самое все, что происходит с народом в истории, – это те слова, которые Всевышний говорит, соответственно, человеку или народу. А все, с чем обращается человек ко Всевышнему, его молитвы, его жертвы, его действия – это вот слова, которые идут вверх. То есть таким образом устанавливается диалог. Вот то, что я знаю на эту тему. Спасибо большое. Пожалуйста. Большое спасибо. Окей. Но тут можно как бы много чего сказать. Я не знаю, если кто-то хочет еще что-то такое на эту тему. Мне кажется, то, что Александр Львович спросил, это как бы некоторое вступление к тому, что я хочу рассказывать. Надеюсь, Натан, надеюсь. Да-да. Надеюсь, Натан. Надо подогреть немножко. Да. Мы, особенно в первой главе, мы имеем отношение как бы с понятиями, которые вообще труднодоказуемы. То есть можно привести всякие красивые агадот, рассказы, кто-то разговаривал, но это на уровне агадот. Реальный человек верит в электричество, если он, например, руку в розетку встанет, но вот его дернет. Ну, поверил в электричество. Поэтому вот вопрос, кто там разговаривал со Всевышним, как разговаривал. Ну, можно сказать, что книги пророчества. А мне кажется, что более, мне кажется, что более как бы честно, правильный ответ, то, что вот этот разговор, это, по-видимому, каждый человек, если он чувствует себя человеком, в большом смысле этого слова, он может ответить на этот вопрос. Гениально. Если у него разговоры со Всевышним. Если человек говорит, я бы это вообще не задумываюсь. Я тоже так думаю, Наталья. Нету ни одного существа на Земле, которое бы не общалось со Творцом. Нету такого. Да? Правильно. Тогда человек. Потому что кроме Творца нет ничего. Мы же с вами это знаем, поэтому в кипах. Именно кипа только на это и указывает, что нет никого, кроме него. Больше она ничего не значит. И ни от чего не спасает. Ну да. И потом, мне кажется, мне кажется, мне кажется, ответ как бы о диалоге. Еврейский бог, он бог истории. И то, что происходит с еврейским народом, это диалог. И мы видим его. И те, кто видят как бы вообще в истории евреев, в истории евреев 20-х веках, государства Израиля, всем, что происходит, это тоже диалог. Так что мне кажется, что это как бы ваш вопрос, он больше на тему не приведения доказательств. Раз, два, три, четыре, пять. Вот у нас есть видео, пожалуйста, запись разговора с богом. Такого нет. А это вопрос, каким образом можно осуществить, можно видеть этот диалог. Вот возможность видения другая. Вот как можно чувствовать электричество, ну вот сунув руку в розетку, либо лампочку включить. А как можно видеть диалог человека с богом, либо бога с народным, либо с бога с человечным. Это хороший вопрос. Но мы как-то пытаемся на него более-менее ответить. У меня не было потребности в доказательствах. Да. Так вы вернули. Я именно только спрашивал понятийное, потому что я не верю в общение с богом через разум. Вообще, в принципе, я считаю, что это часть может быть какая-то, очень незначительная. Это то, что мы приобрели после того, как съели здесь. Окей. Поэтому меня интересовал этот вопрос у знатоков. Сто процентов. Сто процентов. Если можно, давайте плавно перейдем ко второй теме, которую я хотел сказать. И она вот очень хорошо, то, что Александр Львович спрашивал про материальные доказательства, вообще вот про соотношения. Мне кажется, это просто пролог тому, что я хотел сказать. Почему? Потому что, грубо говоря, заголовок всего объяснения Раба Ханана Барата, который основывается, нам сейчас посмотрим, мне кажется, очень-очень интересно, вообще на практически как бы грамматическом, грамматическо-понятийном механизме, вообще самой первой фразы. Но забегая вперед, и мне очень хочется, как бы, ну вот, обрамляясь, так можно сказать, вопрос, который сказал Александр Львович, у него как бы все время подстрочник у Ханана Барата идет такой, ребята, надо быть скромными, не надо требовать доказательств, не надо требовать видео, не надо требовать записи. Поймите, кто мы и кто творец. Вот это вот очень важная штука. В скобках могу сказать, просто вот на тему меня это очень подогрело, вот у меня был такой очень короткий разговор с Суккотом, ну, как бы собираюсь, евреи, евреи разные бывают, вот у меня есть родственники, очень хорошие, замечательные ребята, да, вот, но они как бы совершенно не религиозные, даже не в плане не религиозных, они не соблюдают, ну, такие активно не религиозные. И вот этот вот родственник, совершенно замечательный человек, он приехал сюда, был, видимо, ну, то есть, невидимо, он был на уровне, там, не знаю, призыва в армию, в армию служил, он приехал из Аргентины возле Шестидневной войны, Моргенская война, многих вдохновил, как бы известно, его отец послал учиться сюда. Ну, он прошел долгий путь, сейчас он как бы совершенно такой левонастроенный, ну, не радикал, но левонастроенный, часто спорит со мной, ну, в отличных отношениях, и вообще пощупает замечательные люди. Ну, вот он сказал такую фразу, он, услышав мой разговор, как бы там с молодой израильтянкой, мы с ней бурно обсуждали, и Рава Шер, все было очень интересно, она тоже, что не религиозная, в Индии сидела там кучу времени, он подходит, для того, чтобы как бы что-то, как бы на себя тоже позиционировать, он говорит, амин лома амин байлоким, я, говорит, в Бога не верю. Ну, что на это можно сказать? Приводить Рава Шер, и приводить Сиханан Парата, Рамбама, Рамбана, Раша, ну, как бы, мы обычно говорим, человек не в теме. Я сказал такую штуку, которая у меня, как бы, крутилась в голове. Мне кажется, что сейчас я себя спрашиваю, ну, как бы правильный ответ. Я ему говорю, послушай, дорогой товарищ, я тебе дико завидую. Он говорит, почему? Я говорю, ты знаешь, что для тебя вся образ веры, эмуна то, что называется, она столько пространствована, что ты можешь четко что-то сказать. Я не верю. То есть, ты как бы, ты стоя на ринге боксерском, ты говоришь, я даю нокаут, его нет, все, докажи. Я говорю, я гораздо более скромный. Гораздо более скромный. Я понимаю, что вера эмуны, вообще вера, вся сфера, как бы, веры, вера в то, что недоказуемо, в то, что невозможно доказать, как бы доказывать существование, там, не знаю, электронов, или еще чего-то, того же электричества. Это очень сложная вещь. И постепенно подвел его к мысли, что вообще, прежде чем говорить, я не верю, ну, правильно немножко, как бы, понять эту область, а что такое вообще вера, а как мы к этому относимся, какие могут быть пути, прежде чем, как бы, гордо заявлять, я не верю. Окей, но это было начало, которое, как бы, был пролог, потому что я хочу сказать, давайте посмотрим к самому Ханан Параду. Значит, смотрите, Ханан Парад говорит очень интересно, то, что я сейчас говорю, многие, может быть, слышали, да, вот, но, я надеюсь, Ханан Параду не все из этого, теперь дальше, Ханан Парад говорит про очень сложные вещи, которые начинаются как бы с простейшей грамматики, ну, не с простейшей, но понятной, для тех, кто минимально знает ими, вот, приводит мнение Раши Ромбана, вот, тоже очень интересные, но, как бы, все-таки кажутся они технические, у них какая-то сложность, а дальше он сам выдает свое, как бы, такое идеологическое позиционирование, которое мне очень понравилось. Итак, в чем у нас есть проблема? Смотрите, все знают, у всех на слуху, с чего начинается книга Кликс, самая первая фраза, на иврите это звучит так, брешит, барай, луким, это шамаем, вейтан, окей, и дальше, какая у нас в этом сложность? Сложность заключается в чем? По совершенно простому, как бы, грамматическому раскладу, у нас есть проблема. Смотрите, я попытаюсь сейчас это объяснить для тех, кто не знает иврит, да, и понятно, что у нас как бы двойная проблема, потому что надо непонятность на иврите переворачить на русский, для того, чтобы она стала понятна, как она непонятна на иврите. Значит, по-русски можно перевести, что такое слово брешит, оно сложное. Почему? Оно как бы построено грамматически, не очень правильно, если так можно сказать. Правильно было бы, если было бы написано. «Он сотворил», либо «Элоким сотворил», и так дальше. Брешит – сложное слово, потому что либо это по-русски переводится «сначала», «вначале», либо «сотворил началом». Но вот с точки зрения грамматики, вы понимаете, слово «решит», когда мы отделяем букву «б», которая первая, оно само по себе значимое, потому что «решит» – это начало. Это может быть, как я себе, насколько правильно я по-русски, это существительное. И можно привести соответствующие стихи из Танака, который говорит «начало народов» и так дальше. И про «малеком» сейчас было, тоже говорит слово «решит». Но когда добавляется слово «брешит», это вносит полную непонятность, потому что это больше всего похоже на то, что, видите, называется специальное словообразование, называется «смехут». «Смехут» – это состыкование двух слов, которые вместе, вместе, являются некоторым едином целом. Это не так, как по-русски «самолет», не как «самолет», хотя там тоже, как бы вместе «самолет», да, или там еще что-то, «воздухоплавание», например, не знаю, там сейчас говорю, да, «вода, качка», «вода и качай». Но это что-то типа «смехута», так вот здесь, по первому, как бы, по самому простому пониманию слово «брешит» это «смехут». Должно, после «брешит» должно стоять слово, например, «брешит», «брия». Тогда было понятно в начале творения. И тогда «брешит» это первая часть «смехута», а, например, «брия» это вторая часть, и тогда понятно. А здесь такое ощущение, с самого начала какой-то, честно говоря, грандиозной загадочности. Во-первых, во-первых, не упоминается самого главного, кто сотворил. И это будет, это будет кто, к чему мы придем в конце, да, вот в конце этого объяснения. Непонятно. Даже в ответ на, как бы, вопрос моего родственника, по идее, ответ был бы таком, было написано «Господь сотворил», однако этого нет. А стоит странное, странное словосочетание, в котором отсутствует, отсутствует вторая составляющая, в начале чего, либо по-русски, даже не в начале чего, а в начале что. И на ивете это так и называется, вот этот парагм называется «Брешитмар». Теперь смотрите, давайте пройдем достаточно быстро классические подходы, как они пытаются объяснить. Значит, Раши пытается сделать так, он пишет, а я лихтов, баришона, бара. Тогда это как бы по-простому, а именно, баришона, решена это в начале, в начале сотворил, в начале сотворения и так дальше. Потому что он пишет, потому что у тебя во всем Танахе, в Святом Писании Бомикра, у тебя нету слова «решит», да, это то, что стоит после буквы «б», которая не прилеплена к слову, которое после него. Например, пример из Нигирмия, у него написано «Брешитмар, Мамлахот, Иоаким, в начале царствования Иоакима, это царя Иоакима». Так вот после слова «брешитмар» написано, чего после начала чего? Начало царствования, а у нас написано «брешитмар, а потом не написано». Нет после этого существительного, поэтому непонятно, да? Окей. Теперь дальше. Как пытается из этого выйти Раши? Да? Раши пытается выйти таким образом, что он соединяет вместе три первых пасука, три первых стиха, и тогда вот это загадку отсутствия слова, которое написано в начале, в начале что? Отгадка стоит в конце третьего пасука, да? А как бы три пасука на такие «брешитмарайлогим это шамаем вэта арец», это первое. Вначале Бог створил небо и землю, потом сказано «вэ арец ата тоу ва вау», земля была по-русски переводится пустынной и что-то такое еще, тоу ва вау, хаос, да? Да? Хоши хакнэйте он. Да? Хоши хакнэйте он, и темнота над бездной и последнее сказано «Господь сотворил ор, свет». И вот тогда, да, тогда последнее сотворил свет, это объясняет то, что в начале, слово в начале. Но получается, да, по этому объяснению он пишет «Гарса готова вау», и сказал «Господь будет свет». И тогда, тогда слово «брешит бара», которое мы сказали объяснить очень непонятно, в начале сотворения, тогда это получается похоже в начале буро, буре, в начале творения, и дальше объясняется, а в чем заключалось творение. Творение заключалось в творении света. Вот такое объяснение, но оно действительно выглядит немножко, если можно сказать, надуманным, и как бы механическо созданной конструкцией. Да, теперь дальше. Какая есть главная трудность? Трудность заключается, как показывает Ханан Барад, трудность заключается даже не в том, что эта конструкция, она очень тяжеловесная. И он пишет, пока мы доходим вот до конца третьего посуха, где сказано и сказал Господь будет свет, у нас просто на шама выходит. У нас просто кончается дыхание, пока мы доходим, пока мы читаем три этих пасука все вместе до конца. И это выглядит, соединяя их все вместе трудно надуманно. Кроме того, есть существенная трудность, в чем у нас заключается? У нас заключается вот в чем. Получается, что два предыдущих пасука перед пасуком, который и сказал Господь будет свет. Два первых пасука, они получаются как будто не имеющие самостоятельной ценности, а они все только для того, чтобы объяснить сотворение света. И как бы получается, что они нам описывают некоторую постепенность создания. Сначала была бездна, было что-то бесформенно, а потом появился свет. И вот это как бы платформа, вот такая платформа сотворения. И Ханан Парад пишет, что по этому объяснению то, что написано «Земля была хаотичной» и как там интересно по-русски, посмотрите, если у кого-то есть по глазам перевод, говорится «тоу вабоу». Мы тут сейчас будем подробно объяснять, что такое «тоу вабоу». На иврите это что-то трудно понять, но по-русскому это производится хаотично, и там еще одно слово стоит, чтобы перевести это два слова «тоу вабоу». Хаотично бесплодно, по-моему, так переводится по-русски. Получается, что вот это объясняет как бы ситуацию до начала творения. А мы знаем, сейчас начинается как бы концептуальная трудность, мы знаем, что есть очень важный принцип, который заключается в том, что все сотворение мира строится на принципе очень важном, называется ешмеай. Ешмеай по-русски переводится так «сотворение из ничего». И мы про это будем дальше говорить. Почему? Потому что в иврите слово, кроме того, что стоит слово брешит, которое мы сказали, в нем есть сложность, после него стоит глагол бара, который имеет совершенно уникальное предназначение. Насколько я понимаю, в остальных языках эта уникальность пропала. Потому что слово левроа или бара сотворить то, что переводится по-русски, это действие, которое приписывается исключительно Всевышнего. То есть никогда не может быть ситуации, когда человек про себя говорит «Я сотворил, употребляю слово бара». Это невозможно. Я такого никогда не нет. Не может быть. А вот на других языках, очень известном мне русском и английском, по-английски это create. Create вообще до уровня creativity. Creativity это творчество, творческий человек вообще. И поэтому у них на английском сотворение мира вообще сотворение creation по-русски тоже называется творить. Творун это творческий человек. Вот так на лексиконе называли в мое время творческих людей творун. А вот про Всевышнего не дай бог нельзя сказать творун. Как по-другому должно описываться. Понимаете? И здесь получается сложность, потому что по Ханан-Парату вот такое объяснение, которое дает Раше, оно как бы подрывает вот этот принцип о том, что все творение оно исходит из Ешми Айм. Творение чего-то из ничего. Это означает, что до этого ничего не было. А когда мы вот так вот составляем, как это объясняет Раше, то получается некоторый такой процесс и сотворению света предваряет предварительная как бы ступень. Окей? И получается, да, что это, да, Ниханан-Парат подчеркивает, что вот такой подход Ешми Айм, это подход еврейский, еврейская как бы философия, которая принципиально, которая составляет как бы, ну не знаю, основы еврейской веры, иммунат Исраэль, и которая стоит в полном противоречии с философией греческой, которая утверждает, что первичным является материя. И он пишет, но я не знаю, пишет, и она утверждает, как утверждает некоторый философ, не говорит философ, я сейчас тогда тоже не знаю, кто этот философ, но в Талмуде приводится высказник, некоторый философ, который сказал Рабану Гомлель, очень красивая фраза, на иврике звучит так, послушайте, я прочитаю на иврике очень красиво, а потом перейду на русский, большим творческим человеком, нет, большим творцом, с большими творческими, большой, Цаяр это вообще живописец, то есть вообще красивым живописцем был ваш господь, Эла, но только Шематса Симиманим Муханим, но только он нашел готовый как бы полуфабрикат, то есть вообще говоря, он был очень крутой творческий человек, он был очень крутой как бы дворец, но воспользовался он тем, что уже имелось, да, а вот на как бы по-еврейскому походу это не так, это основывается на очень важном принципе, сейчас дальше его посмотрим, да, Ешмайн, теперь дальше, это от Биля Раши, теперь посмотрим вторую вещь, дальше вторая вещь, это вещь Рамбана, итак, он пишет, вот противоположность Раши, Рамбан очень четко со свойственной ему как бы логикой, да, он объясняет ступень за ступенью, шлафа-харей-шлаф, весь процесс творения, и говорит, что первый послуг Брешит Бара и Луким это шамаем в это арес, да, он действительно нас учит о творении в соответствии с принципом Ешмайм, все из ничего, и поэтому, поэтому, объясняет Рамбан, писание Тора употребляет слово Бара, которое, я объяснил, имеет как бы приписывается исключительно к творцу, не творец, не может делать то, что называют словом Бара. Пишет Рамбан, вот дословно, у нас в святом языке при описании того процесса, который называется Ешмайм, а именно создание сущего, из несущего или из ничего, нету другого слова, как слово Бара. А после того, как сказал слово Бара, упомянул слово Бара, тогда начинаются другие слова, какие, например, Яцар, вот то, что доктор Увелинец говорил, Яцар, Яцар это создал, Яцера, на современном еврите, это опять, это называется уже творение, когда приходят на выставку, говорят, Яцера, Яцерот и так дальше, окей, и это уже вполне может относиться по отношению к человеку, совершенно нормально, более того, если говорится про индустриальное предприятие, которое что-то такое производит, называется Каф Яцур просто, ну, как бы поточная линия, там, где чего-то, Яцарим производит, да, окей, кстати говоря, сейчас мне на ум пришло, вот в молитве Рос Шана говорится, Коль Яцурим, Коль Яцурим, это все творения проходят перед тобой от слова, от слова, Лаяцер, да, теперь дальше, либо другое слово нам известно, еще более просто, как называется Аса, Аса это вообще делает, если человек спрашивает другого ребенка, либо говорит, Маталсе, что ты делаешь? Придавает ему различные значения рождительной тонации, когда отец или там родитель входит в комнату и видит, что ребенок сделал полный балаган, он будет говорить, Маталсекан, что ты здесь делаешь, елки-палки, славосы, нормальное слово, да, и слово тоже самое слово, Асия, например, Асия, Асия, это вообще, говорят, это делание, в большом смысле этого слова, просто по-русски делание как-то не очень звучит, на юридинге это Асия, вот говорят про человека, говорят, что он занимался всю жизнь, то у него была совершенно замечательная Асия, вот он очень много как бы там делал, окей, но слова Бара нет, теперь дальше, идем дальше, да, он описывает дальше, но, тем не менее, земля и небо, или наоборот, небо и земля в процессе как бы, которые были созданы, вот по принципу ешмяин, сущие из несущего, да, они на самом деле не похожи на то небо и землю, которые мы знаем, которые существуют перед нами, а вот дальше начинается как бы такое, я бы сказал, техническое объяснение, да, или как попытка объяснения Рамбана, а именно, когда он говорит, когда речь идет в Торе про Шамайм Ваарец, Рамбан, следуя за греческий философ, или во всяком случае, как бы пользуясь ее аппаратом, так я понимаю, он говорит на иврите, что подразумевается, хомер гольми, гольми на иврите, да, это что-то типа полуфабриката, это не необработанное, вот необработанное хорошее слово, да, полуфабрикат, тоже по-русски называют, с которым делают дальше, и он даже называет его специальным словом, называется июли, 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 это что-то очень, как я понимаю, это что-то очень похожее, да, на то, что греческая философия говорит про эфир, да, да, из которых дальше, вот этого хомера июли, из него были в дальнейшем сформированы небо и земля в том виде, в котором мы уже знаем, передальше, пишет Ромбан, вот, как бы, существование этого хомера июли, эфирного, оно определяется, да, то есть, не само оно ее, а субстанция этого хомера, этого, этого вещества июли, которое в себе соединяет земли и небо, да, Ромбан пишет, называется, тоу-ва-вол, вот этот июли, эфир, находится в состоянии, которое Тора описывает именно словами тоу-ва-воу, и тут Ромбан объясняет, а что такое тоу, по-русски это называется хаотично и бесплодно, насколько я помню, да, тоу, лошон ты-я, вот ты-я, это очень важное слово, на иврите есть, наверное, как в разных языках, подскажите, как это по-русски, есть несколько синонимов для объяснения состояния полного удивления, знаете, вы видите, на русском, ну, как бы то, что приходит, да, можно сказать, человек удивился, обалдел, поражен был, ну, вот, например, три слова я придумал, если вы можете придумать больше, да, скажите дальше, на иврите лошон ты-я, это человек стоит, раскрывший рот, и он ничего не произносит, он просто обалдевший, вот это называется ты-я, я думаю, это где-то близко, сейчас мне пришло в голову, наверное, к слову теом, бездна, это что-то такое, что выражает такую переполненность удивления, на которое не может найти материального объяснения, вот так я это понимаю, да, это называют слово ты-я, есть ты-я, есть плея, плея это удивление, вот удивляться, это, вот плея, это больше похоже на русское удивление, то есть это удивление, которому человек удивляется и требует, и просит объяснения, объясните мне, ему объяснять, то он перестает удивляться, а вот когда человек то-э, то-э, это означает, что он невозможно найти этому, он не может найти этому объяснению, и вот это вот слово то-э, дальше, да почему а почему он то и почему это называется то потому что вот этот хомер и юли он до сих пор не обрел суру сура эта форма он не принял форму которая отвечает чему-то что может восприним воспринять человек например это что-то настолько бесформленное что понять это невозможно и поэтому это называется то да так вот дальше очень интересно но как бы если мы так сказать игра игра слов в букв но тем не менее смотрите а дальше такое боу обо он говорит есть до то это хаос и вот это бесформленное в котором находится первоначальный как бы материал а когда что дальше боу обо очень интересно боу он переводит а это и есть сура это есть сура сура то есть это есть форма богу в которой он дочь по звуку очень похоже там нет алла басов но боу отсутствует алла да но по слух очень похоже в котором он то есть это некоторое вот это бесформленное зачаточное состояние небес и земли в которой находится он кто он творец вот он находится и это есть это и есть то Это то, в которой находится, в которой он находится. Вот такое интересное объяснение. Опять, почему он там может находиться, он с большой буквы? Потому что, исходя из принципа другого принципа, потому что нет места свободного от Всевышнего, нет места, в котором он не существует. Поэтому то, что с нашей точки зрения, это тоу, это хаос, там нет ничего материального, но там находится Всевышний. Окей? Во всяком случае, говорит Ханан Паратарет и говорит. Давайте подтвердем итог. Вот, по мнению Рамбана, у нас есть три стадии в процессе творения. Какие они? Первое. Брия Тулан Ешми Айн. Создание мира из ничего. Ешми Айн. Дальше. Описание состояния июли, вот этого эфирного, бесформленного, которое, которое, после Брия, которое после вот этого первоначального акта сотворения, существенное из несущественного. Вот после Брия появляется Хомер июли, которое называется языком Торы, тоу-вавоу. И есть третья ступень, да? Это создание такой ситуации, начальной, которая называется словом «свет». Вот так три первых пасука, стиха, которые Раши должен был объединить в одно, чтобы объяснить отсутствие второго слова в условии «бришит» и дойти до слова «создание» в «и ор» и «стал свет». А Рамбан делает это вот на три такие ступени, да? Ты смотри, теперь мы начинаем объяснение самого Ханан Парата, которое мне, честно говоря, очень-очень нравится, и оно, мне кажется, является где-то, ну, продолжением того обсуждения, которое было с Александром Львовичем, да? Вот послушайте дальше. Говорит Ханан Парат. Но, несмотря на такое замечательное объяснение Рамбана, у нас, тем не менее, осталось три больших вопроса. Перечислим мы, какие вопросы. Итак, он говорит, во-первых, мы уже в самом начале обозначили вопрос. Почему Тора избрала или выбрала для того, чтобы открыть книгу книг таким странным словообразованием, да, или грамматической форме «брешит», без того, чтобы сказать нам по-простому «брешит ма» в начале «что». Нету слова «что». И поэтому ответа на этот вопрос по-настоящему, он у Рамбана, его нету. Теперь дальше. Спрашивается, почему нельзя было, ну, так, если можно было фантазировать, да, почему нельзя было, пишет Лашмид, Лашмид – это выкинуть, удалить. Букву «бет», которая начинается книга книг. И вместо того, чтобы начать со слова «брешит», которое сложное еще раз, труднообъяснимое, и ей отсутствует этому слово, ему отсутствует продолжение, правильно было бы сказать по-простому? «Решит», «бара», «элоким». И тогда это было бы вполне, вот теперь я от себя говорю, что это человеческий разговор, а именно «вначале сотворил Господь». Все. Не было никаких проблем. Например, как приводит пример из книги «Бемидбар», в 24 главе 20-й посуде сказано «решит», «баймамалек», «начало народов», «амалек». Вот употребление нормальное, стандартное упоминание слова «решит». А в «решит» это гораздо сложнее. А вот теперь дальше. Смотрите, вот теперь начинается начало витка, объяснение Ханан-Парада, это как бы заключительный аккорд, который мне очень нравится, надеюсь, что вам тоже понравится. А вот что он пишет. Уже в Иерусалимском Талмуде, трактат Хагида, 83-я страница, «Алэф», у Талмуда есть, обозначается, страница есть один номер, у нее есть две страны, как бы первая и вторая, называется «Алэф» и «Бет». Окей. Так вот, в задаче вопроса, почему мир был создан буквой «Бет»? Что значит «создан буквой «Бет»?» Возначает, потому что «Бет», буква «Бет» начинает книгу «Книг». А «Н» начинается с «Алэфа». И казалось бы, этот вопрос, они не просто демагогические, но как бы надуманные, а какая разница, «Бет», «Алэф», тем не менее, говорят. Смотрите, есть те, кто удивляются, как мы сейчас удивляемся и спрашиваем, а что такого в том, чтобы, например, какая разница взять и просто как бы начать с буквы «Алэф», приклеить букву «Алэф» в начале, начало Торы. Обратите внимание на очень примечательную вещь, что именно с буквы «Алэф», начиная с слова «Элоким». И поэтому, начиная с этого момента, мы задаем кардинальный вопрос. не было бы гораздо более «правильным», в кавычках, да, начать Тору с «Шема Шем», со слова «Элоким» и написать понятным, от себя доволять человеческим языком, «Элоким Барабришим». Все! Это был бы ответ моему замечательному родственнику. Это был бы ответ очень многим людям. И было бы ответ. Вот у тебя написано. «Элоким Барабришим». В начале Господь сотворил. И так дальше. И дальше объясняются все, как бы, шлавим стадии. Но это не так. Мы попытаемся сейчас в заключительном эпизоде, да, аккорде, попытаться дать ответ на этот вопрос. Что нам хочет сказать Тора, которая начинает книгу книг с описания скрытого от человеческого глаза и непонятного процесса сотворения Вселенной и человека в том числе, и начинает его таким странным образом. вопрос простой. Чему нас пришло это научить? Посмотрим дальше. Пишет Ханан Парад. Представляется, что все вопросы, которые мы задали, они нас ведут в одно направление. И оно указывает научить нас, что Тора в начале изложения всего рассказа Торы, учения, книги, книг, оно нас прежде всего приходит научить, называется медадатсниют, а именно меры скромности. Вот что я, не читая Ханан Парада, мне, Катонте, минимальному в знаниях и в пониманиях, именно это мне пришло в голову, когда я говорил со своим замечательным родственникам и сказал ему, послушай, мы с тобой маленькие вообще, кто ты или я такой, что вообще говорить существует Господь, либо не существует. Я во всяком случае, я считаю, что я не могу этого просто сказать. У меня нет инструментов для того, чтобы это сказать с подобающей как бы честности, участие как бы в действительности. Правильно? И вот пишет Ханан Парад, потрясающая вещь. Он говорит, что само начало Брешит-Бара, а не Элоким-Бара-Барешит. Это вся задача в том, чтобы научить нас скромности. Откуда это видно? Скромности. Скромности, прежде всего, перед кем? Да, необходимость скромности. Когда он стоит или пытается разобраться в массе Брия, во всем процессе сотворения. Да? Продолжаем дальше. Пишет, очень, пишет потрясающую вещь. Казалось бы, очевидно, но мы ее все время забываем, когда мы пытаемся переложить на свой язык, на свой понимание, на свой понятийный язык человеческий, то, что написано. Да? Вот в этом первом по сути Брешит-Бара-Илоким это Шамайм вейта-Арс. И дальше, да, мы забываем одну простую вещь. А ее, по-видимому, надо помнить, вообще говоря, всегда, а уж тем более здесь именно. Нету в силах человека или нет в потенции человека. Кох на иврите это тоже это потенция, это потенциал. Кох это потенциал, а Кох это то, что практически как бы выкладывается, человек может, хочет и может. Вот Кох. Так вот, у человека НБКХ нет у него потенциала для того, чтобы понять и дойти до осознания вот этой тайны Всевышнего и понять как бы его сущность. Вот почему? Потому что божественность или Господь лоюк дар. Его невозможно определить. и он находится вне человеческих формулировок и определений. И поэтому возможность нашего постижения как бы в божественных творениях, в божественных занятиях есть текст, если так можно так сказать. Слушайте дальше. По-моему, потрясающая, очень интересная логика. Она может не смехать, она может обосновываться только из его действий, деяний. То есть самого Всевышнего мы познать не можем. Мы можем его понять через его создание либо творение. Секунду. Да. Почему? Он пишет, потому что со стороны своей познания, со стороны его самого он от нас скрыт. И он проявляется нам или видится нам только по своим делам. Это пишет Рашбар. И поэтому очень интересно. И поэтому он назван или мы его даже не так мы его называем нашим языком как Боре. Мы называем Всевышнего Боре Олам. И вот это, по-видимому, самое правильное определение. Наверное, тоже я слегка повторяю, меня это действительно занимает. Наверное, в моем ответе моему родственнику надо было правильно сказать. Спор не идет о том, веришь ли ты в Бога. Почему? Потому что у нас нет никаких келин инструментарий проверить нашу веру. Но правильно было спросить, веришь ли ты в создателя мира. о это это да. Почему? Потому что мы мир этот видим перед собою. Поэтому на иврите мы называем Всевышнего называем Борая Борая Лам. Который проявляется нам в своих творениях. Теперь дальше смотрите какое объяснение. И дальше все за этим идет Могин объясняется. И поэтому Тора открывает словами Брешит Бора для того, чтобы объяснить нам, что только вглядываясь или всматриваясь в творение, которое в его творение, которое нам открывается и как бы чувствуя к этому любовь и трепет, тогда мы можем постичь Всевышнего. И вот тогда объясняется каким-то образом можно понять, почему вот эту загадку слов Брешит Бора. Теперь смотрите, как очень красиво пишет Рамбам, не Рамбам, а Рамбам в книге Яда Хазака. Он пишет, а в в чем же заключается правильный путь для его любви и для трепета перед ним. И дает ответ в тот момент, когда человек будет всматриваться в его творения, которые являются грандиозными, скажем так, и он почувствуют, да, в Аяраме Эм Хахмато, и он в своем трепете человек, он поймет мудрость создателя, которому нету меры и нет предела, в тот момент он почувствует настоящую любовь и будет прославлять и прославлять, да, и проникнется как бы большой любовью или страстью, да, знанию Всевышнего. И теперь заканчивая Ханан Парад пишет, вот поэтому Тора и начинает нам со слова Б, мы отвечаем на слово почему Б, почему начинается с буквы Б, а не Аллах, и поэтому Тора, она начинает все писание с буквы Б, а не Аллах, для того, чтобы научить нас Аллах, а именно Элоким, через Бет, который является Брия, то есть не начинают с Аллах, почему, потому что это мое объяснение, да, потому что несмотря на то, что для человеческого уха фраза Элоким Бара решит, вначале Бог сотворил, или Бог вначале, нет, Бог вначале сотворил, Элоким Бара решит, оно было бы очень просто и понятно, но это был бы обман, потому что мы не знаем, мы не можем понять, что такое Элоким, но начинается через Бет, через Брия, через творение, для того, чтобы нам дать понять, что такое Аллах, Элоким, и более того, пишет, Етералькен, более того, начало, решит, решит это начало, это то, что по-русски переводится начало, это то, что до этого не было ничего, а после этого стало все, вот эта вот точка называется решит, так вот, это решит всего творения, мы не сможем понять до конца, а только мы можем понять только в том случае, мы могли бы понять только в том случае, если бы мы могли, выражаясь как бы законом Архимеда, поставить себя вне этого творения, и тогда бы, тогда бы мы могли бы понять эту точку решит, но поскольку мы сами являемся частью этого решита, частью этого творения, это нам недоступно, и поэтому, поэтому, возвращаясь к тому, к чему мы начинали, по-видимому, мне этот подход очень нравится, а подход заключается в том, что это вот загадочность, которая начинает или необъяснимость первой фразы, брешит, барайла, ивна, ташамайм, это арес, это прежде всего приходит нас к тому, чтобы научить нас правильному пониманию, как хотите, божественного творения мира, и вообще, какого подхода еврейской веры, мне кажется, даже так, окей, ну вот как бы на одной ноге, это то, что я хотел сказать по поводу самой первой фразы, да, истории, мне это представлялось очень интересно, окей, если у кого-то есть какие-то как бы соображения, дополнения, пожалуйста, мы вполне можем обсудить. Да, можно высказаться? Это кто? Эмин. Это кто? Да, Эмин, пожалуйста, нет проблем. Последнее, конечно, мне тоже, я считаю, что там как бы оно обладает определенной полнотой в объяснении, вот последнее, то, что вы сказали, но в то же время оно является не пшатом, а драшем, да, а я хочу попробовать прийти к этим же результатам, но на основе как бы более современных представлений, простых довольно, чтобы, значит, объяснить первое предложение. Значит, берешит, если мы посмотрим в словарь, это просто наречья. Что такое наречья? на иврите это Тора-Поль. Тора-Поль он просто говорит о том, что происходит с действием. Он не говорит ни о каких существительных. То есть, это действительно сначала, сначала Всевышний создал. То есть, есть процесс создания, нам Всевышний представляет структуру временную творения, и сначала, кажется, что он сначала он создал, сказать, то, что создал, да, небо и землю. Вот. То есть, в этом смысле, как грамматический, тут нет никаких проблем, на самом деле. Другое дело, почему именно он выбрал именно это слово, да, в тексте, почему именно слово Б решит, а не так, как вы говорите, решит, или там Б адхала, и так далее, и так далее. Почему именно это слово? Значит, здесь вот эта буква Б, она действительно имеет определенное значение, но я ей придаю не такое значение, как бы, как вот в Драше, а больше, как бы, этот пшат, он основывается на том, что я анализирую, в конце концов, более-менее поэтический текст, потому что это не текст какой-то просто прозы, да, значит, это для начала, потому что это имеет смысл тоже, это не только для красоты, но согласитесь, что Всевышнему присуща красота, если он что-то пишет и делает, это должно быть красиво. И вот, когда мы читаем эту первую фразу, берешит, бара, элоким, этха шамаем, ветха арес, мы видим, какая красивая симметрия. Первые два слова начинаются с буквы бет, потом идет два этха шамаем, ветха арес, а посередине находится элоким. То есть, очень красивая, симметричная фраза, действительно достойная того, чтобы начать такую книгу, как Тора, мне кажется. но это не только как бы поэтическая и эстетическая здесь категория явлена, а на самом деле это имеет очень и очень глубокий смысл, как я это понимаю, по крайней мере. То есть, первая часть, она вся то, что называется номинальная, то есть, это вещь в себе. Как бы решит бара, кстати, здесь слово бара очень тоже интересно, что другие все глаголы требуют предмета, требуют материала, здесь нет материала, решит это явил, для того, чтобы явить, вам не нужен какой-то материал, то есть, из чего он явил, или из ничего, или как-то, или это было всегда, и сейчас он нам явил, мы этого не знаем, то есть, у него уже Тора была как проект создания мира, то есть, он явил это, и действительно, тут корень бара, это раэ, да, от слова раэ, то есть, это очень близко, только здесь нет бара, вот, теперь, смотрите, эдха-шамаймдха-арес, это, в отличие от этого номинального, номинальной части, вот, здесь это чисто фониминальная часть, то есть, небо и землю мы уже видим, а вот до этого мы ничего не видим, а посередине стоит элаким, да, вот эта вот схема, такая красивая, симметричная, когда посередине элаким, она действительно является то, что я называю архетипом познания, она в любом познании, у нас обязательно такая схема присутствует, поэтому это очень универсальная и очень глубокая в философском смысле вещь. Теперь, если я посмотрю еще на какие-то такие, ну, тоже метраж какой-нибудь, то есть, я возьму слово элаким, который посередине, то что у меня получается, алиф – это первая буква, а мем – это последняя буква, то есть, это первая буква алфавита алиф, а мем – это середина алфавита, да, то есть, от начала алфавита до середины, как бы, если мы эту же схему применим, то это как бы номинальная часть, то, что называется вещь в себе, то, что мы не можем познать, то есть, вне-вне-вне-вне-пространства, вне материи, это категория, которую Рамбам сказал и которую мы все принимаем, это сказать, изначально мы так себе представляем, это когда мы начинаем читать эту книгу, вот, или потом мы об этом узнаем, но возвращаясь к книге, мы это находим, вот, то есть, здесь, как бы, это слово Иллаким, она как нельзя лучше находится в центре, то есть, она соединяет вот эту номинальную часть, то есть, идеальную часть, да, если по Платону, идею, с какой-то реальностью, которую мы уже можем теперь воспринимать, Этха Шамаме, Этха Аарас. Причем мы замечаем, что это вторая часть, Этха Шамаме, Этха Аарас, она повторяет, как бы, опять-таки, эту схему, потому что это только в виде какой-то такой вот материальном, каком-то таком изображении, потому что небо, оно наверху, мы не можем не достать ни звезд, ничего, мы этого ничего не знаем, этот бесконечный космос, он тоже фактически через материальные какие-то представления уводит нас в какую-то, значит, неизвестность, какую-то бесконечность, в то время как Аарас, это мы стоим ногами на Земле, это то, что мы реально чувствуем, понимаем и знаем, и все. Здесь сразу задается в очень сложной такой диалектической форме вот это вот начало мира, значит, именно вот в такой вот схеме, которая дальше потом фактически все время развивается, совершенно не случайно, мы видим, что все время творения, оно состоит из того, что Всевышний что-то от чего-то отделяет, да, вот, свет от тьмы, воды от вод, значит, живое от неживого и так далее, и так далее, пока он не создает человека, и кажется, что человек потом во второй части, когда уже говорится о творении мира, человек находится в начале, почему? Потому что в человеке находится это все, поэтому говорится сотворим, значит, все эти элементы, которые, поскольку человеком подобен Всевышнему, в нем, они внутри уже есть, это обуславливает как бы и развитие человека, и конфликт одновременно, да, то есть в этой первой фразе заложена некая, очень какая-то глубокая формула, понимаете, поэтому, а поэтически это действительно, это звучит очень красиво, понимаете, вот, и такое объяснение, оно как бы и пшат, с одной стороны, а с другой стороны, оно обладает очень большой такой философской глубиной, которую мы находим в разных медрошах, в конце концов, и сами эти медроши, то есть это швим, по ним, литара, как называется наша программа, она действительно, это все важно, поскольку, когда мы этим всем занимаемся, мы как бы это пережевываем, все, мы это все чувствуемся, вникаем и сравниваем, вот, и это нам помогает лучше усвоить даже бессознательно, то есть, или подсознательно эту философскую идею, да, вот то, что вы в последнем толковании сказали, вот это я хотел сказать, свой, да, замечательно, кто-то хочет что-то добавить, у кого-то есть какие-то мысли, мыслей много, окей, замечательно, вопрос в том, чтобы, что надо добавлять, во-первых, спасибо, Эмили, очень интересная софистика, прекрасная, прекрасная поэма, стихи, то, что он сказал, просто все великолепно, у меня такое все время чувство, что есть всегда идет внутри доказательства и приснений замес элементарного человеческого восприятия в замесе с божественными кодами, и тогда получается красиво и бесконечное количество интерпретаций. У меня простые все вопросы, ну, например, когда вот эта фраза закончилась, было написано день один, а не первый день, но если же взять концепцию имели, что там вот это просто порядок, начало и так далее, почему день один? Есть куча комментариев, но ни один из них ничего не объясняет Виттам. Ну, почему не объясняет? Ну, кто объясняет? Я с удовольствием выслушаю, почему день один? Потому что это продолжает общую ивейскую линию Ешмиаин. Это почему? Да, это здорово, но почему-то один, четыре, пять, второй есть, не один, а второй. Один из комментариев, который мне удалось найти, там было написано, просто все было создано в первый день. Тоже правильно, да? Вопрос, а то же, нам три с половиной тысячи лет. Тысячу лет мы жили с храмами. Ну, хорошо, семьсот вообще жили и Тару, я не думаю, что вы читали, но как-то жили нравственные евреи, пока их не убрали в Галут. Потом пришли, то есть, мы крутимся с какой-то сшелью, ведь евреи крутят, ну, ладно, в Галуте это все придумано. Чего вопрос? Я не очень правильно. Придумано было, когда разрушили второй храм, пришли, явно переделали иудаизм, превратили его во что-то, мы учим теперь. Мы уже вышли из Галута, может быть, жить начнем, для того, чтобы жить. Ну, послушайте, что мне дает первое храм. что значит для того, чтобы жить? Мы все, большинство из Галута. Для того, чтобы выполнять функцию Творца. Мне не нужно доказательства того, что есть Творец. У меня есть оно. Окей. Мне этого не требуется. Есть люди, которым это да, требуется. Ну, если это ты нашел... Сейчас, Александр, смотрите, я не думаю, что сегодняшний как бы разговор, это было поиски костылей. Может быть, это... Я неправильно педалировал, как бы все время цитирую. Вы великолепны, я вам очень благодарен. Но все-таки это не для этого. Мы сами для себя. Я не искал ответы для... Для чего я хочу понять? Мы это делаем для того, для того, чтобы понять Аллаф через Бет. Мы можем понять Илуким, только вглядываясь в Гет, в Бет. Его надо понимать, его надо понимать. Это есть жизнь. Так может, надо понимать жизнь. А мы занимаемся особой наукой изучения Торы. Тора называется Торадхаим. Тора называется Торадхаим. Мы занимаемся Махаим. Мы отделили и занимаемся Торадхаим. Совершенно не отделили. Мы только что закончили на одном дыхании закончили проникновенную речь к еврейскому народу, а которому он начертал, что будет дальше. Секунду. И на этом же дыхании, и на этом же дыхании. Вот кончилась последняя буква, да? Это был Хатан Тора. Вызвали второго человека, Хатан пришел. И тут же начали опять снова. Правильно? Почему? Почему? Я вам скажу, почему. Потому что еврейский подход от слова Лехадеш. Лехадеш, Лехадеш. Это обновлять. Обновлять означает, есть разница между забиванием гвоздя и винта. Вот когда забивают гвоздь, это одноразово. Книжку прочитал, забил гвоздь. Ну, можешь вытащить еще раз. Ну, в принципе, человек прочитал, сдал в библиотеку. А когда вы, ваше учение это винт, то вы вкручиваете и каждый виток вы глубже подражек проникаете. А нееврейский подход, он не Лехадеш, а Лешанод. От слова Шана, год. Лешанод, Лешанод, это менять. А менять, это к смерти ведет. Почему? Потому что всякое изменение приводит к смерти. Всякое изменение в конце концов приводит к смерти. Человек изменяется. Кого? Кого? Самого объекта. Самого объекта. Человек старее. Мы все уйдем туда, как объекты. В нас останется то, чем мы не занимаемся. Мы занимаемся, опять-таки, объектами, которые умрут. Мы не занимаемся. Смотрите, мы немножко уходим от нашей этого. Я не очень понимаю, с этого педалирования. Мы не занимаемся. Почему мы не занимаемся? У меня четверо детей. У меня четверо детей. Я трестник живого в Израиле. Но почему я этим не занимаюсь? Я да занимаюсь? Вы мне позволите, Натан, я отвечу. Да, пожалуйста. Он сказал обо мне. Я отвечу, что я вот. Значит, почему, во-первых, решен, шиниш, лиши. Здесь сразу задается структура времени. Вот потом, когда мы обозначили дни недели, мы так и продолжаем. Здесь она задается просто как, не потому, что это по порядку первый, а это 1, 2, 3, 4, 5. На самом деле, вы говорите, в первый день был создан, мир. На самом деле, я могу сказать, что это ради седьмого дня все идет, чтобы потом, в конце концов, сказать седьмой день, когда все было завершено. Поэтому идет счет не то, что посредине, в начале и так далее, и так далее. Это как бы все перед нами, перед нашим лицом вся эта неделя. Понимаете? Она не обезначает как бы просто вот опять-таки земной такой рассказ. Это структура мира. Так она устроена по еврейскому пониманию. То есть, допустим, если вы возьмете Кабалу, там эти семь, они семь свирот и так далее, и так далее, и так далее. Это структура, а не порядок. И кроме того, что это задает календарь наш. Первый, второй, третий день. Теперь вы очень правильно сказали о том, что вот мы занимаемся, да, это совершенно верно. Поэтому я сравним с поэзией. Например, с поэзией вы не рассуждаете много, вы забываете слова, у вас остается впечатление, у вас в конце концов мы должны выйти на интуицию, да, интуицию знания Всевышнего. Поэтому это хохма, бинавы, да, вот это да, опять-таки в Кабале понимается, как внутреннее, как озарение какое-то. То есть, когда вам нужно сделать какой-то поступок, он сам рождается по направлению к Всевышнему, да, то есть он становится истинным, а не потому, что вы рассуждаете. Это учеба, да, действительно, Тора – это учение, это учеба, но цель – это это. На самом деле, сознание, оно очень, как на земле, земная кора, вот так и, значит, в голове, вот эта вот интеллектуальная кора, она на самом деле очень тоненькая, очень маленькая, а человек во всем целостности и в связи с Вселенной он бесконечен и очень большой. То есть, действительно, логика и суждение – это далеко не все, это рассудок, а есть еще разум, который охватывает это все в единой цельной такой вот интуиции. Поэтому это только, это мы учим, но и таким одновременно мы взращиваем себе вот эту интуицию и как бы это устремлено, все нам это как бы задается, что вот, когда мир наполнится знанием Всевышнего, вот эта цель, да, а не просто, так сказать, что мы этим занимаемся ради того, чтобы этим заниматься, там, допустим, какой-нибудь грамматика или еще что-то. То есть, в конце концов, мы это должны почувствовать, именно они, а не только знать. Вот. Вот так я могу ответить на ваш вопрос. Большое спасибо. К вам же, Эмиль, один маленький вопросик. Скажите, пожалуйста, когда Бога лучше чувствуете, когда слушаете Левазе времена года или когда прочли вот это вот, то, что вы все мне рассказали сегодня, то, чем занимаетесь, когда вы Бога ощущаете, когда вы закат видите или когда вы видите вот то, что вы прочли. Я вам скажу, поскольку Всевышний, Он единый и один, то это все, все эти пути ведут к тому же самому Всевышнему, да, то есть только с разных сторон, поскольку я человек, так сказать, который смертный, так сказать, воспринимает все глазами, ушами и так далее, и так далее. Я все время нахожу, я не могу эту всю целостность охватить одним взглядом, не могу слиться с Всевышним, да, это когда Маше хотел приблизиться к Всевышнему, Он ему сказал, вот есть место такое, ты туда зайди, я вот пройду перед тобой, а потом я тебя накрою, и ты увидишь меня сзади, но в лицо ты меня увидеть не можешь. Так и это, то есть есть разные пути, и все это, как бы все это, чем больше мы знаем, чем больше мы чувствуем, все это нас, все это обогащает нашу эту интуицию, понимаете, если я так рассуждаю, я потом лучше понимаю, допустим, Баха, вот, а понимая Баха, может быть, это приводит к каким-то более творческим идеям в каких-то других областях, это мир един, понимаете, в этом смысле, но он для нас, как бы составной, они вот такой вот, мы не, понимаете, считается, что ребенок, он знает всю Тору, до того, что он рожается, вот, а когда он рождается, вот он, сразу все забывает, ему приходится все, восстанавливать эту целостность, понимаете, вот так и мы, мы ее восстанавливаем в нашей жизни, так сказать, мы стремимся к этому, таков человеческий путь, понимаете, вот и все. Детату, которую вы приводили, что Бог сказал Маше, вы не закончили, окончается она так, нельзя увидеть и остаться человеком, и отсюда, и отсюда можно говорить. нельзя увидеть и остаться живым, там, по-моему, так говорится, не может человек увидеть Всевышнего Бреста. Живым, хорошо, живым, я ассоциирую живым с человеком, потому что в самом главе, который мы учили, то, что я выучил, это благодаря Натану и его вот аппарату, я вообще в восторге от его комментариев и так далее, вот, это как раз, что ради меня все делалось-то, а ради кого мы не знаем, мы говорим, мы будем изучать, мы не можем все охватить, а другой стороны, мы читаем у наших прадшоб, ни одна травинка не может расти, если его сверху не дергают, это значит, ни одно мое слово или мое эмоция не может появиться, если Творец уже не выдернул ее из меня, что там мудрствовать, жить надо, а мы 2000 лет не живем, это не мои слова. Вы поднимаете совершенно другой вопрос. Одну секунду, ребят, давайте сделаем так, смотрите, мы сейчас не сможем решить все, как бы, вопросы мировоззрения, веры и так дальше, очень здорово, мы пытаемся, я просто, как бы, считаю, что наши... А какие еще есть вопросы, кроме мировоззрения? Три с половиной тысячи лет ни одной, нет ни одной книжки, которую прочел бы ребенок и сказал, ой, господи, как все просто или ой, как сложно. Как надо двигаться, я теперь все понимаю. Александр, я вас понимаю, я понимаю, как бы, я пытаюсь понять ваш крик, я вам предлагаю наш метод, смотрите, я не гуру, я, если вы пришли ко мне, я вам не говорю, смотрите, все очень просто, сядьте в кресло, успокойтесь, выпьете воды, я вам сейчас за пять минут, у меня метод не такой, у меня метод такой, давайте по ступенькам, давайте по кирпичикам, давайте начнем с одной буквы, давайте начнем с другой буквы, давайте будем продвигаться потихоньку, и может быть что-то поймем, а вы всегда можете прийти с кувалдой и сказать, нет, я хочу сейчас за две минуты получить ответ на том, в чем смысл моей жизни, я скажу, сори, слеха, я вам сейчас за пять минут сделать не могу, я могу вам рассказать, как вам пора, вы сказали, это все чушь, я хочу смысл, а вот для меня смысл, это как раз понимание этих комментариев, слеха, ну вот как бы мой ответ, он такой, поэтому смотрите, мы можем как бы начать циклиться, но я вам предлагаю только одно, это вслушиваться в то, что мы обсуждаем, и пытаться понять как бы еврейскую логику, еврейский подход, как это живет, а не оперировать понятиями, как бы грандиозными, никогда не нашли, 2000 лет ничего не делали, мне кажется, они как бы они ни к струке нас ни к чему не ведут, понимаете? Ничего не делали, мы жили и выживали, мы жили и выживали, кроме того, я не стремлюсь один гвоздь забить, потому что один из мудрецов сказал, что если за 30-40 лет работы что-то тебе приоткроется, тебе очень повезло, и я с этим знаком, я не знаю, что говорить своим внукам, расскажите им, переложите им, если такое интересное, ой, извиняюсь, это божественное, и мусолить им 40 лет на одной ноге, при этом то, что им не приносит счастья, это приносит интерес, это приносит любопытство, я с этим не согласен, я с этим не согласен, у нас подход, подход не лингвистов, у нас подход не теологов, у нас подход людей, которые живут по Торе, пытаются жить по Торе, и мы вполне как бы осуществляем, то же сказано, Тора, Тора Тхаин, Тора это Тора жизни, «Познай меня и служи мне». Ну, мы с этим сказали много, особенно в русских ереводах. На АС вы не шма, но там сначала сказано, «Познай меня и служи мне». Значит, Александр, мы опять, мы не сможем, я чувствую, что у вас горит, я вам еще раз говорю, я не могу вам сейчас сказать, Александр, сядьте, я вам сейчас расскажу, что вам надо быть своим внуком, я не могу вам этого сказать, выберите свой путь. Есть замечательная книга, Моши Столлер называется, «Расскажи сыну своему», возьмите ее, если вы с ними разговариваете по-русски, читайте ему. Мне это помогло 30 лет назад, даже больше 40 лет, когда я ее читал, я это рекомендую другим людям. Мне помогла книга «Путь творца». Ну, хорошо. Я считал, что это система. А тут недавно знаменитого этого, ну, современного Рава, выскочило имя, 30-го у вас уроков, в Шерке, где он говорит, да и тело, и душа, да и все одно. Окей, замечательно. Ну, все, компот, а он знает больше меня. Замечательно. Давайте продвигаться по ступенькам. По кругу. Давайте по кругу. Ну, смотрите, у нас не просто по кругу, у нас некоторое такое движение, вообще говоря, такое, понимаете, вот как и бесконечность, вот такое движение. Это наше движение, оно выражается в известной грейской фразе, которая звучит так. Хадыш, ямей, ну, кэкэдэм. Обнови наш мир. Так в старости. В старости. Возвратно-поступательное. Да, возвратно-поступательное. Правильно, вот мы этим занимаемся. Чтобы что-то делать, нужна цель. Какая цель? Наша цель – изменять этот мир к лучшему. Наша цель – жить по Торе и делать счастливыми нас. Вы же назвали цели – жить по Торе и изменять мир. Это разные цели. А сейчас, Александр, смотрите, еще раз. У нас сегодня была задача, смотрите, у нас сегодня была задача, да, это немножко понять главу Бреши. Поэтому я согласен с тем, что каждое занятие можно немножко посвящать общим вопросам мировоззрения. Но мы не можем каждое занятие, да, начинать бесконечные рассуждения, обычно не приводящие к чему, а именно, а зачем жить, в чем смысл жизни и так дальше. Понимаете? Я вам сейчас послушаю то, что я вам говорю. Я предлагаю идти по комментариям, я предлагаю учить Аллов через Бет. Вот это наш суть. В комментарии написано «Вся Тора изложена в первой книге», «Вся Тора изложена в первом слове», «Вся Тора изложена в первой букве». Это один из комментариев, очень красивый, интересный. Понял. Окей. Да? По-моему, только ради Бога, без личных обид, я к вам с большой любовью... Я вам так скажу. Когда Илеле спросили, значит, как выучить Тору, значит, на одной ноге стоя, ему ответил, то есть, Илеле ответил, что не делай другому того, чего тебе ненавистно, а остальное иди учи. Вот Тора, она дает инструмент. Вы пойми Тору, и иди, и твори. Понимаете? То есть, то, что бы решить, значит, нам показывается о том, что мы должны заниматься сотворчеством. Мы творим миры, так же, как и Всевышний, на самом деле, да, только из наших материалов, из наших возможностей. В начале урока было сказано, что это не мы творим, он сотворил, и это было... Он сотворил, а мы продолжаем, мы созданы по его подобию, по образу и подобию. Он нам дает... Я сначала понимал до сегодняшнего урока, что Творца, тот Творец, нас взял в партнеры. Я и он, вернее, он и я, мы творим человека. Поэтому был мой первый вопрос. И это он был задан первому лектору, который сказал, нет, в конце концов, он один сотворил. Вот это, только об этом у меня вся речь. Он всегда считал, что я соратник, и это заложено в первой фразе. И ради этого было им сотворено, что он партнер ему нужен, и тот, кто сюда его принесет, на эту землю. Я считаю, что цель иудаизма была привести Творца на эту землю, а не две цели. Одна цель. Александр, смотрите, я не очень понимаю вопрос. Смотрите, надо закругляться, грубо говоря. Я вам еще раз говорю, я вам очень рекомендую, во-первых, как и всем остальным, как я себе говорю, готовиться к занятию, читать текст тоже, по возможности текст-комментария, да, и стараться обосновывать все рассуждения, не тем, чтобы брать какой-то один послуг, один комментарий, одно объяснение, да, а стараться идти близко к тексту, близко к тому, что мы рассматриваем. Тогда мы можем продвигаться, потому что иначе, иначе мы не сможем продвигаться. Окей? Хорошо? Давайте на сегодня закончим? Ну, давайте, просто вопрос, на самом деле, стоял немножко по-другому, то рай и жизнь, то есть то, что мы учим, а вот что мы делаем в жизни, как это нам помогает жить? Ребята, ну, мы не сможем, ну, это замечательно, понимаете, ну, это разговор такой за жизнь, на самом деле. Хорошо, хорошо, да, это действительно. Можно купить пиво в области, если говорить о том, что мы это поймем, когда будем продолжать. О, отлично, замечательно. Все очень классно. Большое спасибо большое. Насчет пива и в области, это очень правильная мысль. Да. Окей. Всем счастливо, до свидания. Спасибо большое. Напоминаю, что мы находимся в некотором двухдневном марафоне, и завтра, завтра у нас, с Божьей помощью, до нас состоялся второе занятие, тоже в рамках наших 70 лиц. Это по обсуждению уже совершенно другого грандиозного мероприятия, а именно потопа, строения ковчега, ноха и так дальше. Мы идем со страшной силой, со страшной скоростью, и мы за один день сегодня перемещаемся в завтра от творения до потопа. Приглашаю вас на завтрашнее занятие. Окей. Всем счастливо и пока. Спасибо. Спасибо большое. Не сердитесь, пожалуйста, на меня, Эмиль, пожалуйста. У меня слезы... Субтитры создавал DimaTorzok